Приветствую вас! Давайте мы с вами сперва рассмотрим, как вы и предлагаете в конце своего текста, вот это вот понятие простой человек. А простой человек, с точки зрения психологии, представляет собой личность, которая не способна или не может, или не хочет воспринимать большое количество контекста. То есть, если человек не способен воспринимать большое количество контекста в какой-либо ситуации, в каких-либо обстоятельствах, то обычно именно такого человека и называют простым. То есть, это человек, который не способен воспринимать контекст, не способен воспринимать значение. Значение обстоятельств для такого человека является, ну, как правило, например, только одним, да, то есть это либо одно, либо какое-то значение. И все. Больше никакого значения, собственно, для человека данная обстоятельства вообще не имеет. Вот хорошо это или плохо, да, это уже зависит от нескольких факторов. Я не думаю, что именно вот здесь, в данном контексте, да, можно как-то, можно как-то об этом говорить, да, то есть, ну, хорошо это или плохо. Вот. Значит, можно ли назвать такого человека, как вы говорите, дурачком? Здесь на самом деле мне представляется ситуация следующая. Вот, знаете, в теории, в теории, назвать его дурачком, конечно, можно, ну, если он не соответствует, да, контексту, если он не соответствует, значит, тому, что вы считаете для себя важным, то есть, если человек не понимает того контекста, который видите и воспринимаете, вы, вы, то да, такого человека, такого человека можно назвать, соответственно, дурачком. Ну, но это будет, к сожалению, не более чем, так вы знаете, субъективной отзывкой происходящего, субъективной отзывкой самого человека, то есть, только в контексте того, что представляете важным для себя вы. То есть, то есть, что такое дурак? Вот, по сути, да, что это такое? Понятие дурак. Понятие дурак, это по большому счету не что иное, как достаточно такое, знаете, субъективный отзыв. Субъективный отзыв – это вот что представляет из себя название брак или ярлык человека. Субъективный отзыв. Если эта субъективная отзыв является вашей, например, если эта субъективная отзыв является вашей, то это только ваша субъективная отзыв. И совершенно необязательно, что человек действительно является дураком. Представался он дурак, потому что у вас такой набор контекстов. А для другого человека, у которого другой набор контекстов, у нас есть соответственно этот же человек, этот же человек может быть совсем другим, и восприниматься он может совершенно по-другому. Именно эти аспекты нужно постараться вам для себя уяснить, чтобы не рисковать попаданием в очень поверхностное такое представление о людях, чтобы не спроектировать, грубо говоря, то, что вы хотите сами, или то, что вы, например, думаете о себе, на других, на другого человека, что является неправильным, деструктивным и вредным для вас и для окружающих. Дальше. Значит. Слабоумным человека простого назвать нельзя. Потому что слабоумный – это очень такое, знаете, непрофессиональное, я бы даже сказал, что это уничижительное слово. Я бы его, если честно, не употреблял бы по отношению к людям. Ну, просто потому, что, знаете, это очень легко назвать человека слабоумным, например, очень легко назвать человека слабоумным. Ну, а, соответственно, ему как бы с этим жить, да, ему как бы с этим находиться, и совершенно непонятно, зачем, то есть, для чего, да, для чего это нужно. Вот. Значит, слабоумным, а, значит, человек не способен воспринимать реальность, не способен воспринимать какие-то совсем очень объективные, простые, примитивные вещи. Вот. Но простой человек это делать способен. То есть, если это именно простой человек, если у него нет отцования в развитии, нет каких-либо психических, например, болезней, и так далее, и так далее. Вот. То есть одно от другого нужно отличать, одно от другого нужно отделять. Понимаете? Это все-таки совершенно разные вещи. Вот. То есть если, например, в теории, дурачок это все-таки, ну, дурачок это может быть и такое уменьшительно ласкательное, да, слово и так далее, то слабоумное тоже все-таки считанный диагноз и оскорбление. Вот. И для того, чтобы назвать человека слабоумным, слабоумным он должен, чтобы иметь право назвать человека слабоумным, хотя я считаю, что такого права не имеет никто, но, значит, чтобы назвать человека слабоумным, нужно, чтобы он совершал уж совсем неадекватные действия, да, совсем какие-то непонятные действия, в том числе, совсем выбивался из какой-то вот нормальности, и только тогда его можно назвать, на мой взгляд, вот слабоумным. Вот. То есть, постарайтесь понять таким образом, постарайтесь понять таким образом, что слабость ума, это исключительно образ психического заболевания. Слабость ума. Простота человека, простота человека, это отсутствие должного количества контекста при взаимодействии с, там, я не знаю, ну, с окружающим миром и и так далее, так далее, так далее, так далее. Вот. Дурачок – это ярлык, который мы навешиваем на личность, на человека. Вот. – это ярлык. Значит, и соответственно, постарайтесь различить данные понятия и определить свою собственную заинтересованность во всей этой ситуации. То есть, если вы говорите, что можно ли надрать? Да? Можно. А зачем? Надрать можно, а для чего? Вот. С какой целью? С какой целью надевать кого-то дурачком? Знаете? Какой момент? Это важный момент. Если вы хотите кого-то назвать дурачком, то подумайте в первую очередь, а зачем это вам? в психологии есть такое понятие, да, как проекция, когда человек проектирует на других переносок то, что в той или иной степени может думать о себе. я не говорю, что вы о себе думаете, что вы, например, дура или там так далее, или слабоумная, нет. Я не совсем хотел сказать. Я хотел сказать, что того, что вы хотите назвать кого-то дурачком или спрашивать эмоции, назвать дурачком, есть свои причины, есть ваша заинтересованность в этом. И я не знаю этой заинтересованности, потому что эта заинтересованность, она мне непонятна. Может быть, вы вообще кого-то защищаете. не знаю, но сприваю определить их с тем, какова ваша заинтересованность в этом. И уже после этого можно будет что-то делать. Только так. То есть, если вас интересует именно конкретно значение простоты для значения простоты вообще, что это я вам привел. надеюсь, что вы поняли меня. Пусть поняли, что такое контекст и так далее. Вот, соответственно, так можно ответить вам на ваш вопрос. Я на этом надеюсь завершить свой ответ. Надеюсь, вам все понятно. Было в том, что я вам тут наговорил. Если у вас остались какие-то дополнительные вопросы, вы всегда можете задать мне их в личку, либо выбрать себе специалиста для, так сказать, более детальной работы над какой-либо проблемой, которая вас волнует, беспокоит и так далее. Если вам понравился мой ответ, то я буду очень благодарен, если вы сделаете его лучшим. постарайтесь всегда оценивать людей как можно более объективно и не торопиться называть кого-то как-нибудь. То есть, ну, совсем не обязательно, да, речь идет сейчас о вашем вопросе, совсем не обязательно речь сейчас идет о том, что, собственно, вы спрашивали, может быть, речь идет совсем о другом, я сейчас говорю вообще, сейчас я сейчас говорю вообще, чтобы вы постарались вот этот момент понять. А нависить на кого-то язык всегда проще, чем попытаться понять, попытаться увидеть самого человека, попытаться его как-то раскрыть. Так, как правило, на это требуется гораздо больше ресурсов, на это требуется гораздо больше времени, вот, и, соответственно, желание, как бы, как правило, делать подобное нет. Но отсутствие желания не может являться основанием для того, чтобы недослуженно человека остреблять. Так я считаю. И отсюда и происходит моя спасительная позиция. я вам желаю всего самого доброго и удачи.